Ну что, господа, раз вы смотрите мой ролик, значит вам интересно, какие проблемы в конце 2021 года будут у вас, если вы захотите вдруг, как законопорядочный гражданин, сначала поставить квадроцикл на учет, а потом снять квадроцикл с учета. Сейчас я вам расскажу, с какими проблемами столкнулся я при снятии с учета квадроцикла. Проблемы все бумажные. Покопавшись в интернете, я не нашел ни один более-менее нормальный документ и ни одно более-менее нормальное видео, как снять квадроцикл с учета в конце 2021 года. Правила меняются постоянно, периодически в нашей стране. Так вот, ребят, один ролик я нашел, но он оказался неправильным. Теперь я хочу в этом ролике поправку сделать на конец 2021 года, как теперь надо снимать квадроцикл с учета. Значит, люди в нашей стране делятся на москвичей и не москвичей. Все, кто не москвичи, всем дорога на портал Госуслуг. Заходите на портал Госуслуг, набираете снять в поиске, набираете снять с учета самоходную технику, выдается вам страничка, фотографируете все документы, которые я сейчас вам буду показывать и рассказывать чуть ниже в ролике. И в виде фотографий, в виде джпэк, все на портале Госуслуг принимается. Я это пробовал, я это делал, меня завернули, потому что я некондиционным человеком оказался на портале Госуслуг. Меня послали на портал из трех букв, mos, а после трех букв, .ru. Значит так, москвичи не могут снять через портал Госуслуг только через сайт нашего любимого мэра mos.ru. Значит, теперь расскажу о различиях. То есть, для того, чтобы в 2021 году, в конце 2021 года, ну я думаю, что и теперь в более последующие годы, вам необходимо сделать, без этого теперь не принимают, сначала найти покупателя на квадроцикл, потом заключить с ним договор. То есть, вот эти вот два листа, две папки и три листа, это договор купли-продажи между вами, продавцом, магазином и покупателем. То есть, получается два договора и акт приема-передачи. Если у вас не будет полного пакета договора купли-продажи между вами и комиссионным, между комиссионным и новым покупателем, и акта приема-передачи, у вас не примут документы в Гостехнадзоре. И копия ПТСа, ну или как у них называется, копия свидетельства регистрации, вот этого, в общем. Вот, сначала вы вот это все делаете, вот это вот, то есть, и в трех экземплярах это все дается с печатями. Если печати не будет, не примут. Ребят, там серьезная техника, это комбайны, экскаваторы, подъемные краны, понимаете, это вам не машинки, на которых вы по асфальту ездите. Это серьезная техника, там серьезные ребята сидят в рукавицах, в керзовых сапогах, в телогрейках, в ушанках, и они, ребят, понимаете, они работают по-серьезному. То есть, все должно быть с печатями, все должно быть по закону. Это не машина, где вы на коленке выписали и отдали, деньги получили, и все у вас. В общем, делайте вот этот пакет документов. Дальше идете, значит, если вы не москвич, то вам надо все это перефотографировать. Возможно, тоже изменится в ЧПЭК, но пока принимали фотографии в конце. Значит, как надо правильно сканировать эти документы, ребят? Смотрите, если вы даете на портале госуслуг, тогда можно каждый лист фотографировать отдельные фотографии в формате ЧПЭК. То есть, вам нужно сфотографировать, что, значит, вот этой бумаги касаемся отдельно. Значит, вам надо скопировать договор, договор, акт приема-передачи. То есть, вы сфотографировали, потом ПТС с двух сторон, в которой уже прописан новый, то есть, в нем должен быть прописан новый покупатель, ребят. Если там не будет прописки, у вас не примут этот документ. И СТС, то есть, вы вот это все фотографируете. Раз, два, три, четыре с двух сторон, пять с двух сторон. Вот это отдельная бумага, это бумага оплаты. Это что касается портала госуслуг. Потом, когда вы это все проходите, когда вы доходите до оплаты, то вам госуслуги выдадут вот такую бумажку. Вы должны оплатить либо электронно, либо через банк. Через банк иногда даже правильнее, потому что в электронном виде вы замучаетесь искать вот эту страницу, потому что это чек. А нужно вам предоставить номер, как она называется, ребят, номер платежного поручения. Номер платежного поручения. То есть, понимаете, да? А это кассовый чек. То есть, если вы хотите через госуслуги оплатить в электронном виде, вот это вот делаете, и потом ищите вот эту бумажку, потом вы ее либо сканируете с экранчика, отсылаете, либо распечатываете, фотографируете, отсылаете. Это что касается госуслуг. То есть, это мы пока дошли до сбора документов. Теперь, если вы случайно оказались москвичом, у вас другая ситуация, ребят, совершенно другая. То есть, вы точно так же делаете договор купли-продажи, находите покупателя, значит, идете с ним в магазин с печатями. Магазин, который выдает вам документы с печатями. Значит, делаете сначала куплю-продажу на магазин комиссионный, потом комиссионный магазин делает куплю-продажу на нового покупателя и акт приема-передачи. Вам должны выдать и копию с двух сторон ПТС, назовем его. Вам должно это выдать в трех экземплярах. То есть, для вас, для гостехнадзора и для покупателя. То есть, понимаете, да? Дальше. В ПТСе должно быть тоже написано сзади новый покупатель. Если не будет написан, вы не снимете с учета, ребят, вы не снимете с учета квадроцикл, если он не будет прописан. Понимаете? То есть, он будет всегда ваш. Дальше. Вы идете... Если вы что-нибудь понимаете в PDF-файлах, то вы делаете все это сами. Если вы ничего не понимаете в PDF-файлах, то вы переводите документы в PDF-формат. PDF. Латиницей. Какие вам документы надо перевести в PDF-формат, ребята? Значит, все файлы на портале mos.ru, будь что касается паспорта, будь что касается СТС, будь что касается договора купли-продажи, принимается каждый документ в одном файле. То есть, вот этот с двух сторон должен быть отсканирован и помещен в один файл. Файл не должен превышать больше 15 мегабайт. Вот этот документ должен с двух сторон отсканирован, перенесен в PDF-файл, в один PDF-файл перенесен, тоже не больше 15, но здесь не бывает. И вот эти все документы, ну, копия ПТС не обязательно, вот эти три бумажки тоже должны быть запиханы в один PDF-файл. Они будут вот так вот, страничками там, только в один. Если у вас будет чуть больше одного файла, каждого документа, у вас не примут документы. И что касается чека, это тоже отдельная тема. То есть, то же самое, как на портале госуслуг. Вы, когда будете регистрироваться, только после вот этого всего размещения, вы дойдете до оплаты, когда нажмете на кнопочку оплаты, вы либо через госуслуги и будете вот этот документ искать в моих платежах, потом его как-то сканировать, переводить в PDF-файл. Его тоже надо перевести в PDF-файл. Его никто у вас не примет, просто вот так вот скан с экрана. То есть, его надо распечатать или как-то сосканировать, перевести в PDF-файл. То есть, все. Смотрите, мы идем регистрироваться теперь. Идем, заходим на портал госуслуг в электронном виде, вводим пароли. Вот это у вас все готово. Вводим пароли. Вошли в пароли, набираем. Снятие с учета самоходной техники. Значит, дальше выскакивают два пункта. Произвести регистрационные действия или техосмотр пройти. Выбираем произвести регистрационные действия. Дальше он вас опускает чуть ниже. Формальные, там фамилии, имя, отчество, адрес проживания. Все это заполняете. Паспортные данные. Если вы там зарегистрированы, это всплывет само. Заполнять ничего не надо. Дальше доходите до номеров. Вводите номерной знак. Вот он, вот этот номерной знак. Он же у вас стоит на учете. Вы же снимаете, потому что чтобы продать. Вводите номерной знак, нажимаете найти. Он у вас находит всю информацию по квадроциклу. Все, ПТС вам находит. Все вот это вот. Вам не надо ничего вручную вводить. Сверяйтесь на всякий случай, потому что это тоже большие нюансы. Все у вас дальше, все нормально. Дальше вам требуется загрузить паспорт самоходной машины. Вы берете PDF-файл и загружаете его. Нажимаете кнопочку «Загрузить», находите PDF-файл паспорта, загружаете его на портал mos.ru. Следующей строчкой будет у вас «Загрузить PDF-файл СТСа», назовем его. Нажимаете на кнопочку, загружаете один PDF-файл с СТСом. Следующая строчка у вас будет «Загрузить документы, отчуждение», ну, то есть, переправообладание, потеря правообладания, тра-та-та, в общем, документы купли-продажи. Тоже одним файлом загружаете в нужное место. Следующий пункт у вас будут «Ограничения», там, ну, туда-сюда развелись, в банк заложили. Это вам заполнять не надо, это инспектора сами проверяют. Это вам ничего делать не надо. Вот, там звездочки не стоит. Все пункты, обозначенные звездочкой, надо обязательно соблюдать. Не заполните, не примут. Следующее, дальше, вы переходите к оплате. Когда вот это все вы заполнили, вы нажимаете кнопочку «Принять», принимается. Следующий пункт оплаты, он дает вам возможность оплатить либо электронным видом, то есть, при портале госуслуг, и тогда вы вот эту бумажку будете искать, либо нажать кнопочку «Распечатать квитанцию». То есть, распечатать квитанцию намного проще, ребят, и пойти оплатить в Звербанк, чем вот эта бумажка. Намного проще. Смотрите, вы либо распечатываете квитанцию, идете платить, у вас все реквизиты там уже будут напечатаны, или вот эту бумажку вы электронно оплачиваете, потом в моих платежах ее находите вот именно в таком виде. Следующая строчка у вас будет «Введите номер платежного поручения». Вот на этой квитанции, если вы через госуслуги или через мост.ру платили, здесь нет платежного поручения, здесь нет номера платежного поручения, то есть, а на квитанции он будет. То есть, сходили в Звербанк, оплатили, следующей строчкой ввели номер платежного поручения, дата, сумма, то есть, сумму берете со скидкой, потому что госуслуги со скидкой, номер, точнее, дату берете либо из этой справки, либо из квитанции, когда вы заплатили, но строчка «Номер платежного поручения» ставит вас в тупик, там стоит звездочка, вы не можете туда ничего написать, точнее, вы должны что-то туда написать. То есть, если у вас квитанция, вы взяли номер платежного поручения, вписали в эту строчку, у вас компьютер принял. Но, если у вас нет номера платежного поручения, тогда вы просто там чисто обычными кириллицами пишете, допустим, ну, любые словосочетания, чтобы компьютер принял, что у вас, значит, оплата по чеку госуслуг, я так написал, оплата по чеку госуслуг, и компьютер принял. Вот, следующей строчкой вы пишете, дальше, когда вы все это оплатили, значит, у вас все нормально, дальше вы должны зарегистрировать свое заявление. Вот это вы только подаете заявление. Дальше, после оплаты, вы переходите к регистрации заявления, ну, если там не возникнет только какие-то еще маленькие пунктики, они уже неважные, там, я не могу сказать, у меня не возникли никакие пунктики, у меня после оплаты регистрация была. Нажимаете зарегистрироваться, у вас заявление принимается, вам приходит в личный кабинет сообщение, вы зарегистрировали, вы подали заявку на проведение вот этих вот своих мероприятий, которые вы затеяли. Смотрите, какое длинное видео, но, ребят, послушайте, это очень важно, потому что я потратил на это первый раз, когда я делал 5 часов, и я неправильно все сделал. Я сейчас рассказываю, как правильно делать. Вот, но не забудьте вот это в PDF перевести. Так же, как и квитанцию, так же, как и квитанцию, тоже желательно перевести в PDF и приложить внизу. То есть, если вы напишите буквами-словами, да, иногда проходит, но когда вы приложите квитанцию в PDF, там есть в разделе оплатить, именно квитанция. Вы отсканировали в PDF-файле, им закинули, и все нормально. То есть, понимаете, да, вот смотрите, мне 52 года, но я уверен, что половина людей моего возраста, 52 лет, они не знают, что такое PDF-файл. Вот, поверьте, не знают, что такое PDF-файл. Я знаю, я немножко с компьютерами просто дружу, а есть люди, которые не дружат с компьютерами, но не знают они PDF-файл. А mos.ru требует только все это в PDF-файлах. Все, вы нажали, вам пришла смс-ка, вы идете домой, спокойно ждете. Если вы утром подали, советую вам вечером уже посмотреть, потому что вечером уже будет ответ. Мне на первое мое вот это вот неправильное, дело в том, что я делал по старинке, несколько лет назад, буквально несколько лет назад, не надо было, чтобы снять с учета квадроцикл, не нужно было купля-продажи. А теперь нужна купля-продажа, никто вам не снимет квадроцикл с учета. Сначала его надо продать, а потом снять с учета. А раньше было просто, мой первый хозяин этого квадрика поехал, снял с учета, потом мы пошли с ним в магазин и переоформили на меня. Все, все было намного просто. А теперь все очень серьезно. Вот, дальше вы, когда вам приходит либо отказ, и вам придет обязательно на официальной бумаге отказ, и будет указана причина. Здесь вы первый раз только контактите с инспектором именно по вашему делу. До этого вы не можете контактить с инспектором, потому что вы не можете приехать... Ну, возможно, можете, но у нас это сложно, ребят. Честно скажу, сложно. Но, возможно, вы можете приехать в ваш региональный гостехнадзор, зайти к нормальным людям, нормальные люди вам объяснят. Руслан, надо вот это, вот это, вот это, вот это сделать, все это сделай, вот так сделай, приходи, все нормально оформим. У нас это сложно немножко в Москве. Ну, сложно, я не хочу комментировать на эту тему, потому что плакать хочется. Когда ты работаешь с госорганами, у нас все перегружено, ребят, настолько, что просто, ну, перегружено. Вот, смотрите, потом вам приходит бумага, что ваша услуга, ну, как, не одобрена, а как-то она, в общем, проведена. Вот, дальше вы можете посмотреть, что вам провели, и перейти по ссылке «Записаться на прием к инспектору». Ребят, вот то, что вы сделали, это только одно дело. Теперь вы записываетесь на прием к инспектору. Чтобы записаться на прием к инспектору, там будет ссылочка. Нажимаете на ссылочку, переходите, это уже бесплатно, потому что вы за это уже заплатили. Первый раз, когда подавали заявление. Дальше переходите по ссылочке, нажимаете, проходите опять, ну, где-то процентов 30 от того, что вот сейчас мы загружали. Процентов 30 проходите, и, значит, вам выкидывается окошечко. То есть вы опять загружаете что-то там, ну, не PDF-файл, а, в общем, что-то там грузите. Вот, потом вам выкидывается окошечко, вы выбираете день и время. И вам приходит обязательно момент, по какому адресу вы должны явиться. Вы выбираете день, выбираете время, нажимаете, подтверждаете, что вы на это время хотите записаться, записываетесь. И, как правило, это не на следующий день. Как правило, это через день. Вот, но все равно, если вы, допустим, записались, и вам не утром следующего дня, то еще раз зайдите на портал госуслуг, еще раз на всякий случай посмотрите, вдруг придет отказ, ребят. Потому что если вы приедете, зайдете, вам скажут, а мы вам отослали. Сейчас же люди все общаются только через электронные почты. То есть сейчас невозможно так, к сожалению, стал. Мир таков стал. Вот, то есть я сегодня обязательно зайду, потому что мне завтра вот это все надо подавать. Чтобы мне поставить вот здесь отметку о продаже, мне нужно, значит, к инспектору, чтобы он поставил отметку, мне нужно сдать СТС и мне нужно сдать госномер. Вот, когда вы все это нажали, подтвердили, у вас есть время. Не пропустите это время, будьте в это время, потому что там все строго. Надо подъезжать к этому времени. Лучше чуть раньше, чем позже. Потому что у инспекторов есть определенное количество принимаемых граждан, а вы увидите, сколько у вас кнопочек свободных будет на этот день. Вот столько инспектор и примет за день. Он не примет больше, потому что вы не сможете записаться. А если он пройдет вот эту работу со всеми гражданами, которые записались на этот день, он просто будет раньше свободен, так сказать. Ну, это нормально. Сделал работу, это в любой работе так. Так что вот так вот, вот такой вот пакет документов надо, и вот такая, ребят, последовательность. Если вы ее будете не соблюдать, то вы, как я, в первый раз потратите несколько часов, чтобы понять, что вам нужно сделать и в какой последовательности. Я думаю, что этот ролик был полезен, потому что мне он был, мне вот эта информация, она просто неимоверно ценная. В интернете ни одного ролика, поверьте мне, нет. Я искал, возможно, может быть, я плохо искал, но я искал на Яндексе, я искал в Ютубе. Ну, нету, ребят, нету, как пройти вот эту процедуру. Она вроде бы не совсем сложная, то есть не на Марс слетать, но она все равно достаточно сложная, потому что здесь есть определенная последовательность. Все, большое всем спасибо за просмотр. Я думаю, что я сделал очень большую пользу, ребят, для вас. Для меня это не надо. Я завтра поеду, поставлю печать и сдам документы. А вы, так сказать, воспользуясь, посмотрев на мои ошибки, не будете совершать, а сделаете все правильно. То есть, единственное, что надо, конечно, зайти на портал госуслуг, если у них не сменится, как на mos.ru. То есть, может быть, и они теперь будут все принимать в PDF-файлах, как mos.ru. То есть, как москвичи, подают, сдают, передают. Вот, так что, вот, смотрите, да, вроде как порядочный гражданин, поставишь технику на учет, платишь налоги, ездишь с номерами, ездишь с правами, а потом, чтобы продать, вот, столько сложно. Давайте сделаем, как на машинах. Выписали ручную доверенность. Сейчас же на машинах так. Выписали ручную доверенность. Человек пошел в ГАИ и поставил на себя на учет. Здесь, так, на данный момент времени, на конец 2021 года, не получается, ребят. После записи на портале госуслуг к визиту в гостехнадзор, либо записи на портале mos.ru к визиту в гостехнадзор для москвичей, необходим вот такой пакет документов. То есть, паспорт гражданский, договор купли-продажи на трех листах и копия паспорта самоходной машины. Значит, сам паспорт, само свидетельство и номерной знак, которого уже нет. Потому что я уже вернулся из гостехнадзора и рассказываю, что и как. Так, смотрите. В общем, записался, назначили время, назначили день, подъехал к этому времени чуть-чуть заранее, подал документы в окошечко. Очень хорошие люди работают в инспекции, очень хорошо отнеслись, добродушно. То есть, мне настолько все понравилось. Я был... Я, в общем, порадовался, честно сказать, я порадовался за то, что мир катится к лучшему. Нет, катится к лучшему. Так, смотрите, паспорт. Вот это сказали вообще не надо. То есть, гостехнадзор не требует договора оригинала и, соответственно, никакой вот этой вот копии. Дальше. Номерной знак я тоже отдал. В паспорте проставили... В паспорте проставили на обратной стороне печати необходимые о снятии. И вот так вот вскрыли СТС-ку и поставили тоже печать о том, что техника снята с моего учета. Вот, заняло у меня все это ровно 7 минут. С того момента, как я позвонил в звонок, мне открыли, проверили температуру. Маску я тоже, соответственно, надел, потому что это 2021 год, конец 2021 года. В общем, все прошло очень быстро, красиво и четко. То есть, пятерочку ставлю работникам гостехнадзора, ставлю пять. Просто супер. Не ожидал. Так, вот такой вот пакет документов. Так, для того, чтобы поставить квадроцикл на учет, ребят, примерно та же нужна схема. То есть, при покупке в магазине вы, соответственно, вам дают паспорт. Соответственно, при покупке в магазине вам дают документы о покупке какие-то. Ну, то есть, вот этот весь пакет документов, только единственное, к нему приурочивается еще страховка на квадроцикл. Без страховки на квадроцикл не поставят. И страховые компании навязывают еще страховку жизни. Не знаю зачем, но без этого не выдают страховку на квадроцикл, ребят. То есть, вот такая вот схема. А схема и процедура совпадают со снятием с регистрации. То есть, примерно то же самое. То же самое вы проходите. Вот, подаете соответствующий пакет документов, обозначенных звездочками. Точно так же все прикрепляете в соответствующих файлах, обозначенных на портале. МОЗ.ру или госуслуги. И записываетесь и оплачиваете двумя способами. Либо по квитанции, либо на портале госуслуг. И оттуда скачиваете квитанцию. И тоже переводите ее в соответствующий формат. И записываетесь. После одобрения заверяете заявление. Отправляете заявление. Вам его заверяют, либо одобривают, либо отказывают. Если отказывают, то присылают соответствующее на официальном бланке в электронном виде уведомление о том, что отказаны. И объясняют причину. Если все одобрено, тогда вам предлагают точно так же пройти по ссылочке и записаться на очередь. Выбираете день, выбираете время. Приезжаете к этому времени со всем пакетом документов, которые вы отослали. Ну, плюс гражданский паспорт. Обязательно. Вот. Вот такой вот ролик, ребят. Так как в интернете нет ни одного ролика вот так вот тонко рассказывающего. То есть, потому что я столкнулся, и я понял, что надо снять ролик для вас, чтобы вы понимали, что вам надо делать. Потому что делать, к сожалению, везде все написано. Очень много дублирующих сайтов в интернете, которые просто размножены как бактерии. Они абсолютно все одинаковые. На них абсолютно нет никакой полной информации. Они все деньги зарабатывают на размещение у себя на сайтах рекламы. Сторонние рекламы. Там каких-нибудь дезорантов, там автомобили и так далее. А полную информацию, вот, ребят, только я вам предоставил, потому что больше я не смог найти ничего. Эта информация верна на конец 2021 года. И я думаю, что в 2022 году будут аналогичные правила. Все. Всем спасибо за просмотр. Ролик получился длинный. Но, к сожалению, ребят, потратьте, посмотрите хотя бы на перемоточки. Потому что я потратил... Прежде чем я разобрался, прежде чем я понял, куда, что, как, почему, это беготня. А это город Москва. Это беготня. Это я даже бегал в Сбербанк, чтобы получить номер платежного уведомления. У них этого ничего нет. Потому что... Ну, в общем, это вообще отдельная история. У меня это заняло первое размещение. Первое. Первое. От начала до конца я потратил 5 часов, пока собрал информацию, пока собрал документы, пока их перевел, пока разобрался с оплатой и так далее. Это 5 часов, ребят. 5 часов времени. Или вот посмотрите, сколько. 20 минут на перемотке мой ролик. Все. Всем спасибо за просмотр. Отдельная благодарность инспекторам 7-го отдела города Москвы. Потому что очень порадовала их работа. То есть, очень порадовала их работа. Продолжение следует...